Друзья, всем огромный привет! С вами Геленджик Лайф. Мы двигаемся в Сосновку. Сегодня отличный день. На улице тепло плюс 28 градусов. Решили дойти до Сосновки, посмотреть как там обстоят дела и искупаться в море, если нам это удастся сделать. Ну, потому что бывает, что шторма, бывает, что там не подойти, не спуститься. Заодно покажем вам это прекрасное, чудесное место вблизи Геленджика. Двигаемся вперед. В любое время года, будь то курортный сезон, летом, либо межсезоннее, вы можете позвонить мне под номер телефона 8 928 424 8724. Я занимаюсь заселением. Вы можете мне позвонить, и я вам подберу классную квартиру с хорошим ремонтом в новостройке для посуточной аренды. Вот. Разные аренды Геленджика представляю. Вот. А также есть гостевые дома. Удобства все будут в номере. По стоимости тоже сориентирую. По номеру телефона есть WhatsApp. Пожалуйста, звоните, пишите. Отвечу всем. Также по этому номеру телефона вы можете придется ко мне за ремонтом. Мы делаем ремонт и под ключ. Также изготавливаем мебель на заказ. В Краснодаре находится фабрика по изготовлению мебели. Кухня под ключ. Мы также устанавливаем, врезаем в нее всю необходимую сантехнику и бытовую технику. И вы получаете уже готовый вариант с доставкой, вместе с установкой, со всем. Вот. А Виктория пишет картины в масляной живописи. Чудесные пейзажи, морские, лесные, разные. Вот. Также может написать портрет вашего домашнего питомца. И вы повесите этот портрет на стену. Как у нас висит. Вот. Сейчас покажу. Друзья, краткий экскурс. Введу в курс дела. Мы двигались по улице Фадеева вверх от остановки. Миновали шато-де-талю. Вот. И далее по бетонной дорожке мы двигались в сторону СНТ Сосновая. Вот он перед вашими глазами. Можно пройти также до конца по бетонной дорожке. Мы любим такие, знаете, лесные маршруты. Поэтому мы свернули с этой дорожки. На втором повороте возле указателя проход к морю. Важно не перепутать. Первый проход к морю, он без указателя. Вы уйдете в сторону от Сосновки. Для того, чтобы вернуться вот к этому маршруту, нужно будет преодолевать небольшой перевал. Это неудобно. Поэтому увидели табличку проход к морю. Вот по ней мы двигаемся. И выходим опять же вот сюда. Дальше продолжаем уже по обычному. По обычной дорожке. Не рассматривайте вот это место для отдыха с костром. То есть здесь запрещено в лесном массиве сжечь костер, разводить. Вот. И делать штуки. Не ваш вариант. Вот. Поэтому другое место лучше найти поближе к водоему, скажем так. В этом году мы еще не были в Сосновке. Хотим прогуляться, если возможность будет искупаться. После супер-шторма там ломала лестницу вот эту, которая вела к морю. Но вроде как ее восстанавливали. Посмотрим. Цветочки. Синенькие. В лесу довольно сухо. Хотя здесь еще есть лужа после дождей оставшиеся. Когда-то раньше кемпинг был в Сосновке. Но из-за большого количества мусора, пожаров, ну, может, просто не поделили территорию. Он был закрыт. Теперь туда с палатками приехать нельзя. У них, к сожалению, меньше мусора не стало. Ну да, почему-то люди, приезжая на отдых в такие дикие места, на машинах, с собой мусор даже не забирают. И это удивительно. Никаких проблем не вижу. Мусор взять с собой и увезти обратно в город. Да, и выбросить. Я вижу в плане уважения к другим людям. Потому что ты уехал, но хорошо ты не вернешься. Возможно. Но после тебя будут другие люди, которые так же, как и ты, первоначально хотел бы отдохнуть. И из года в год мы сталкиваемся с тем, что висит мусора очень много. Хотя там есть. То есть, если там были контейнеры, сейчас надо будет посмотреть вообще, остались они там или нет. Вот. Но обидно просто. После таких хрюшек отдыхать неприятно. Да. А вообще недавно смотрели фильм. Есть большая туристическая такая дорога в США. Большая Палачинская, да, по-моему, тропа, да? Вот. И мы смотрели, как там, ну, есть там кемпинги. То есть, люди проходят какой-то участок, останавливаются туда-сюда. И мы видели, что там люди берут с собой, покупают не только там снаряжение для того, чтобы там перенести палатку, рюкзак, ну, как обычно, да? Но они еще покупают совочек для того, чтобы закапывать. Ну, вы сами понимаете, что. Вот. То есть, там у них такой принцип. Был в лесу, в лесу должно остаться после тебя чисто. Вот так вот. Это очень, кстати, интересный такой момент. И менталитет. Менталитет. И я считаю, что нам тоже такого не хватает, потому что бывает после туристов идешь в лес. Лучше вообще куда-нибудь уходить подальше от моря, потому что везде бумажки, везде шки, салфетки. Чего только не валяется. Ну, а мы по дорожке спускаемся вниз дальше. Идем. Наслаждаемся погодой. Мы даже не планировали сегодня сюда идти. Я вообще в обуви не для путешествий по камням. У нас всегда, как все это происходит, рассказывает. Садимся в машину. Берем с собой то, что удобно одеть. Ну, и так как я предполагал, что, возможно, где-то мы куда-нибудь мы заедем, где можем будет искупаться. Поэтому я, в принципе, сразу одел шурты для плавания. Вот. Ну, и так же Вика сделала. Не, ну, я думала, что мы будем искупаться в цивилизованных местах. Поэтому я с собой просто взяла купальный костюм. Ну, то есть это... Да, купальник. Короче, мы поехали на полстый мыс к Черномерскому. Взяли там... Зашли в магазин взять, хотели взять кофе. В моменте передумали и поехали сюда. Ну, да, бывает. То есть какая-то шальная мысль, и мы уже здесь. Уже виднеется вдалеке море. Ну, здесь, знаете, такая вот дорожка. Спускаться, конечно, по ней так нормально, можно спуститься, отлично. Вот подниматься потом, после моря, если честно, не очень комфортно, не очень приятно. И многие люди потом испытывают некоторые трудности при подъеме. Потому что подъем достаточно крутой. Напоминает мне спуск к кораблю Рио, да? Вот что-то такое же. Потому что тоже долгий, затяжной. Ну, сейчас очень классно. Воздух свежий, море прям пахнет. Вот доносится морской аромат и деревьями. Листиками уже осенними пахнет. А если в массиве там гулять, там такое все зелененькое, такое прям свеженькое. Ну да. Здесь открытое место тут. Сейчас-то комфортно, 27-28 градусов идти спускаться, да? А когда 40, да, будет очень интересно проверить свой организм. Раньше на лошадях люди ездили. Сейчас на машинках к морю спускается за денежку. Цикл. Квадра, это, да, цикл какой-то непонятный. Все, мы почти уже дошли. Здесь раньше располагался проход. Здесь был кемпинг. Уже несколько назад для этого убрали. Ничего не осталось. Ну, с другой стороны, меньше пожаров стало все-таки. Сейчас мы с вами подойдем, посмотрим на скалистый берег, а потом будем спускаться к морю. Смотрю, там палатка стоит. А, ну тут вообще, да? Да ну нафиг. Не пойду я туда. Раньше можно было подойти. Сейчас тут палаток наставили. Вон там тоже, да. Здесь просто сосны. Ничего не видно. Сосинки. Ну, давай обойдем. Все, спускаемся. Я смотрю, что все-таки кое-где палатки стоят. Ну, и так спрятавшись в тени деревьев, чтобы их никто не заметил. Ну, людей много. Надеюсь, мы найдем там местечко для своих попок, потому что вчера в Джинхоте, конечно, меня удивило количество людей, особенно количество машин. Ну, может быть, здесь местечко будет, потому что около скалы мы не любим располагаться, потому что это опасно. Стараемся подальше от скалы, ближе к морю. Ну да, там все сейчас это, видишь? Стараемся подальше отверстия, потому что везде палатки на берегу. Ты вообще не подойдешь сейчас, получается, сверху, потому что там везде палатки. Угу. Самые злачные места уже... Самые красивые места заняты... Не злачные. Самые красивые места заняты палаточниками. Ветерочек? Да, красиво. Конечно, красиво. У кого больные коленки спускаться, не комильфо. Сразу предупреждаю. Все, вышли мы практически к пляжу. Еще чуть-чуть, еще немножко, и мы выходим на красоту. Все, можно спускаться. Лесенка есть. Все, купаться идем? Водичка прозрачная, классная. Вообще хорошо. Ну, если честно, скажу так, в бухте вода мне показалась намного теплее, чем здесь. Ну, прям не сильно намного, но, в общем-то, она теплей. В Дзанхоте мы вчера купались под закат уже, и водичка была примерно вот такая же, как здесь сейчас. Сегодня мы радуемся тому, что имеем. А имеем мы великолепную погоду. Практически, в большинстве случаев, безоблачное небо, и очень яркое солнце. Осадков давно у нас не было. Ну, как давно. Несколько дней назад были. Эй, поплавочек, плыви обратно. Вдалеке виднеется буй. Я так понимаю, там мелководье. Это больше для кораблей. Сделано для информации. Водичка освежающая, классная. Вот я вышел на берег, понемножку посохнуть, позагорает на солнышке. А Вика еще плавает. Ну, я вам так скажу, я думал, что здесь народу будет намного больше, чем даже в Дзанхоте вчера. А вчера было в Дзанхоте очень много людей. Здесь купались классно, но мне кажется, водичка чуть-чуть прохладнее, да, чем вчера вот мы купались? Ну, градуса 23, наверное, 24. Ты вчера видишь, вчера как было. Вчера уже так. Ну да. А сейчас обреченные. Помещаемся в эту воду, и когда все на холодильник. Ну, такая же. Ну, все равно прозрачная, чистенькая. Вообще, хорошая водичка. Мы здесь не были, не купались, наверное, года два. Ну да. Давно. Как-то все, не было времени дойти. Обленились. Ну, ладно. А просто многие, наверное, такие другие поезды. Да. Это место, как у вас. А, ну, так, осенью уже разрушилась лестница. Да. И все лето, ну, не стоя, по-моему, в деле, летом, не помню. Летом. Ближе к лету ее сделали, да. Ее то делали, то ее снова ломали. Потом к лету опять сделали. Да. Продолжение следует... Прекрасно видно маяк геленджикский. В принципе, можно по берегу дойти до Геленджика, но берег довольно обрывистый и не очень удобно идти по таким камням. Если честно, даже в воду заходить неудобно. Не то, чтобы идти по берегу. Если вы обратили внимание, в каком именно месте мы пригнездились, так скажем, мы возле моря. Сейчас покажу, подожди. Ну вот, чтобы понять, где мы остановились, вот, видите, за мной скала. И еще есть место, потому что мы подальше от скалы расположились, ближе к воде. Практически ножки нам водичка мочит. Потому что, если честно, я здесь неуютно себя чувствую на этом пляже. Потому что очень отвесная скала, позови, и там бывают, что камешки срываются. Так что под скалой лучше не размещаться. И заходить в море. Вот валуны, галька такая круглая, крупная, заходить не очень удобно. Ну, вообще с ним плохо. Даже сидеть неудобно. Нужно хоть ног, чтобы они не пострелять. Ага, чтобы надо зацепляться. Точно-точно. Ну, так-то хорошо отдохнуть. Народа много, кстати. Прям людей прилично. Сейчас, друзья, я вам продемонстрировал, с какой же невероятной легкостью. Тут на этом пляже можно зайти в море. Давай посмотрим на тебя. Почувствуйте. Мою боль. Мою боль и страдания. Мою боль и страдания. Мою боль и страдания. Точно. Мою боль и страдания. На дне, да, Штюр, прикол? Все. Когда выходишь, на дне кажутся все камешки плоскими. А ты в моменте наступаешь Моя газа скальзывает И он уже тут будет Из-за этого, короче Ну как тебе? Хорошо? Я думаю, уже До сегодня уже хватит А я не знаю, я пока еще думаю, что я не пойду Сейчас солнышко хоть выйдет Да, тоже момент Нюанс Не зашел Ой-ой-ой Обычно осенью не подойдешь Из-за обильных дождей А здесь появляется Такой водопад И сверху дьется вода в море А сейчас есть возможность Подойти и показать вам То, что здесь есть город Вот там мы были, но в этот раз не решили Чтобы подойти Так как расположились На той стороне А так, да, там можно посидеть И немножко Отдохнуть Когда спокойное море Дальше А теперь Когда ехали Я вон Я хочу Я хочу bull Я не могу 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 Мне Субтитры делал DimaTorzok Сейчас я вам покажу новую достопримечательность, сделанную рукой человека. Дело в том, что раньше здесь располагалась новая, ну такой деревянный такой щитовой домик, в котором располагался тандыр. Вот он собственно тандыр, ну и вот уехали, оставили его здесь, потому что он тяжелый, ну и сделали вот. Потом тандыр превратился, реинкарнировался в волшебное дерево. Вот люди тут обнимаются, загадывают желание и улыбаются. Подписывают тот, где был, точнее сказать, откуда кто приехал. И различные оставляют здесь на нем браслетики, финички и так далее. Ну прикольно, прикольно. Это вот в плане, что здесь новенького, если кратко. А так, ну, сверху уже не будет таких видов, потому что здесь помолгорожено. Сейчас подойду, посмотрю поближе. Будет возможность сниму сверху вниз. Тут оставил следы каменные. Ох, какие прямо следочки. Ну, понимаете, нечего делать, потому что что сделать еще, кроме этого всего. Ну да, вот здесь, по-моему, мы в прошлый раз снимали видео. В целом, берег не видно отсюда. Но видно купающихся и довольных людей. Вид, конечно, потрясающий. Сейчас подчеркну вариант вот здесь, посмотрите. Может быть, здесь что-то будет видно. Жалко, нет с собой салфи-палки, я бы, конечно, вытянулся бы. А так нет. Буквально чуть-чуть видно береговая линия, виднеется. Но скалой она закрывается. Не тот вид. Выше не пойду, там располагаются уже палатки. Людям мешать не хочу. Хочу выразить благодарность тем людям, которые участвовали в реконструировании лестницы. Сделали качественно. По крайней мере, не страшно спускаться и подниматься по этой лестнице. Спасибо огромное. Как будто прям весна. Можно, конечно, подняться на квадроцикле за 400 рублей с человека. На двоих получается 800 рублей. Ну, как бы я люблю пешочком ходить, если честно. Ну, а с вами, как всегда, был Геленджик Лайф. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, друзья. До скорых встреч. До встречи. До встречи.